24 сентября в выставочном зале Федеральных архивов состоялось расширенное заседание Президиума Российского Исторического Общества с участием губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмана. Одной из основных тем обсуждения стала подготовка к реализации комплекса историко-просветительских мероприятий, приуроченных 500-летию Тульского Кремля. Действительно, 500-летия Тульского Кремля была одним из приоритетных сюжетов в конкурсах фонда «История Отечества». И вот эта выставка, и интернет-проект, который делает Тульская библиотека, они реализуются при финансовой поддержке фонда «История Отечества». Большая работа по подготовке к празднованию проведена отделением РИО в Туле. Мы не просто возражаем памятник, мы практически с вами и вашему участию переложим восстанавливаем историческую неисповедительность. Сегодня о Тульском Кремле и о уникальной большой защитной черте все больше и больше у нас в России и, что очень важно, за рубежом. Уже появились новые научные труды, исторические публикации, выходят документальные фильмы. И я уверен, что в будущем будут художественные книги. За прошедшие три года, благодаря федеральным поддержкам, мы действительно сделали поистине грандиозные работы по своим масштабам. «Пятисотлетие Тульского Кремля стало общим приоритетом и для правительства Тульской области, и для российского исторического общества», сказал председатель РИО Сергей Нарышкин, открывая расширенное заседание президиума, приуроченное к этой исторической годовщине. Судьба Тульского Кремля, возведенного в 1520 году по указу великого князя Василия III, неразрывно связана с историей российской государственности. Расположение этой крепости, закрывшей врагам путь к Москве, предопределило ее стратегическое значение. Из года в год, на протяжении почти столетия, гарнизон Тула защищал Южное, приграничье от разбойных набегов кочевников. Славной вехой военной истории России стала героическая оборона Тульского Кремля в 1552 году, когда защитникам крепости удалось задержать натиск 30-тысячного войска хана Бевлет-Гирея. Подготовка к празднованию знаменательного юбилея началась еще в 2016 году по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В 2017 году распоряжением правительства Российской Федерации был сформирован соответствующий организационный комитет, в состав которого пошел ряд членов президиума Российского исторического общества. Я хотел бы поблагодарить вас, Сергей Евгеньевич, за поддержку и широкие возможности, которые открылись перед нашим историко-крыльническим сообществом, подвигами Российского исторического общества. Детально раскрывает историю Тульского Кремля, в том числе его роль, как центра засеченной черты, и выставка «Средневековая Тула», открывшаяся в этот день в выставочном зале федеральных архивов в городе Москве. Царисты знают, что суждение о любом историческом событии имеет ценность только в случае, если оно опирается на подлинные исторические источники. Вот здесь, на выставке, которая называется «Средневековая Тула», представлено около 200 исторических архивных документов, предметов, которые подтверждают те или иные факты и события истории Тульского Кремля, истории города Тулы. На протяжении нескольких месяцев мы мобилизовали весь свой потенциал для того, чтобы выявить, оценить и сложить в естественный и логичный комплекс десятки ценнейших наших документов. Данный проект – часть плана Организационного комитета по подготовке к проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского Кремля. Очень хотелось, чтобы и международные политики, как на Западе, так и на Востоке, тоже изучали историю государства российского. Мне кажется, это было бы полезно, чтобы не совершать каких-то неправильных движений, а вырабатывать более правильную политику по отношению к нашей великой, могущественной державе. Я думаю, что все-таки сегодня прозвучали слова очень правильные о том, что мы, к сожалению, не то чтобы совсем забыли о тех великих событиях, которые происходили 500 лет назад, но мы как-то отодвинули это на второй план, наверное, обращая внимание на какие-то другие аспекты развития. А ведь речь идет не просто о создании крепостей определенной оборонительной линии. Я считаю, что речь идет о определении вектора политики, государственной политики, которая привела к тому, что в течение одного столетия после создания города Тулы был освоен и защищен огромный регион юга России, русской Украины, как ее тогда называли. В настоящее время завершается подготовка к печати сборника «Тульские засеки» «Историко-археологические очерки». Его формирование велось в тесном взаимодействии сотрудников архива и музея-заповедника Куликово-Поле. Служба информации Фонда «История Отечества».